воинское дело во все времена требовала смекалки и на поле боя зачастую самые простые инженерные сооружения оказывались невероятно эффективными всем привет вы смотрите видео с канала важного кота которая будет посвящена продукции от горыныч пласт я неоднократно упоминал этого производителя в новостных роликах и имею у себя в коллекции кое-что из того что они выпускают но еще ни разу не снимал ролик об этом сейчас вы видите здесь у меня лежит несколько пакетиков в которых находятся мантелетты или их еще называли мантлеты огромные или не очень щиты используемые для осады крепостей здесь у меня сразу пять пакетиков все просто потому что я взял их в разных цветах здесь есть серебро орех дуб фраппе топленое молоко и шоколад вот думаю шоколад мы рассмотрим простой полиэтиленовый zip пакет закрепленный сверху вот такой картонкой на которой изображены сами мантелетты указано какой именно цвет здесь выбран а на обратной стороне есть инструкция по сборке и также логотип производителя горыныч пласт с указанием что это сувенирная продукция и сертификация не требуется горыныч пласт находится в городе тюмень по сути мои соседи и так запаха никакого нет конечно же потому что это российский производитель и здесь пакете сразу два варианта мантелеты колесики на литнике и еще несколько элементов необходимых для сборки напоминаю что на картонке есть инструкция по сборке и нужно все это отделить от литника вот так простым откручиванием можно снять колесики и да судя по всему материал полиэтилен то есть видите он немножко сгибается при этом надламывается но он не такой сухой и не такой хрупкий как полистирол значит так заусенцы здесь практически не чувствуется вот даже на колесиках которые только что снял палец практически не цепляется за места где были литники это первый тип мантелета с поворотной створкой и собирается он путем вставки вот этих шипов в пазы щелчки есть створка на месте она может открываться и закрываться и для этого здесь даже в комплекте имеется ниточка нитка привязана это нужно чтобы открывать створку которая потом под своим весом по идее должна опускаться затем надеваем колеса на оси немножко туго села это колесо вращаются они не очень хорошо поэтому прежде чем их надеть если вы хотите чтобы у вас очень хорошо вращались колесики немножко расточить и внутренние отверстия и да не спешите выбрасывать литники потому что на них имеются вот эти штуки это не просто так это не какие-то странные штучки это колышки которыми будут фиксироваться колеса соответствии с инструкцией не снимая с литника его нужно вставить но затем аккуратно отломить сам литник и вот как то так колесо уже не слезет аналогично повторяю со вторым колесиком есть некоторое количество облоя что мешает просто взять и вставить этот колышек но все-таки можно это сделать и осталось последнее попробую переставить створку потому что здесь вот есть следы оттолкателей поэтому лучше будет вот так вот это будет передняя часть мантелет и смотрящая на противника чтобы было красиво затем берем упоры и вставляем в отверстие все они три одинаковые поэтому без разницы веревочку привязываем к балке и вуаля первый вариант у нас готов за веревку створка открывается отсюда можно вести огонь и выглядит это все прекрасно замечание только по колесикам они очень туго вращаются еще раз повторюсь хотите чтобы они вращались так как положено и вы могли передвигать при их помощи вот видите они совсем не крутятся то просто растачивать и внутренние отверстия но второй мантелет собирается и того проще берем колесики насаживаем почему ты здесь одно нормально ну более-менее крутится а второе ну вообще туго также вставляем колышки все колеса готовы и последний штрих балка упор вот такие они горыныч пластовские мантелеты которые можно использовать на полях сражений в том числе для битв фэнтези мантелеты использовались практически всегда ну по крайней мере до той поры пока не развилась артиллерия и вот артиллерия является той частью военной истории которая по сути убрала мантелеты из использования дощатый или плетеные щиты не могли остановить артиллерийских залпов а сами вот эти щиты выполнялись не только из дерева они были разнообразных размеров за которыми можно было стоять в полный рост и такие маленькие за которыми приходилось скрючиваться основная задача этих приспособлений потихонечку передвигаться к осаждаемой крепости при этом можно вести огонь как мы видим здесь вот через незакрываемое отверстие либо вот здесь через открываемую створку и вот таким образом потихоньку подталкивая на колесах а в случае с легкими видами плетеных мантелет их вообще переносили руками без колес значит осаждающие приближались к замку и когда они попадали в мертвую зону ту зону где лучники и другие стрелки не могли попасть по приблизившемуся врагу все кто здесь прятались меняли оружие на оружие ближнего боя и начинали непосредственный штурм то есть устанавливались лестницы возможно там проникали через какие-нибудь окна проломы в воротах и ну и что-нибудь такое подобное в общем очень полезная штука и хочется сказать спасибо горыныч пласт за то что они в принципе развивают вот подобную тему различные осадные и оборонительные сооружения на данный момент подобные штуки можно приобрести как непосредственно у самого горыныч пласта ссылку я оставлю в описании в группе во вконтакте можно купить подобные штуки 200 рублей стоит один вот такой пакет в котором сразу две мантелеты а также не забывайте что горыныч пласт сотрудничает с другими производителями такими как воины и битвы солдатики лад собственно горыныч пласт для них и отливает этих солдатиков по их заказу и по их эскизам и так как это партнеры то и в магазине воины и битвы среди товаров группы солдатики лад тоже можно поискать подобные штуки в общем сколько ссылок найду из проверенных источников в которых я покупал столько и укажу в описании следующая вещь которая точно также была придумана разработана горыныч пластом но покупал я эти коробочки в магазине войны и битвы когда заказывал там плоских солдатиков вот такая синяя коробка с логотипом горыныч пласта здесь у нас структурное изображение какого-то полимера и то же самое адрес горыныч пласта и указание что это за цвет внутри также здесь есть телефон и адреса различных электронных ресурсов вконтакте почта веб-сайт и инстаграм насколько я понимаю а а еще есть значок победителя конкурса администрации города тюмени тюменская марка поздравляем горыныч пласт в чем бы они там не побеждали потому что они этого заслуживают внутри коробочки вот она чего михалыч смотри вот такие штуки которые можно соединить вот так между собой и получится ну просто стеллаж с копьями наверное но на самом деле это оборонительное укрепление которое называется а рогатка точно так же как и мантелеты это оборонительное сооружение использовалась с древнейших времен использовалась она как против пехоты так и против конницы было одинаково эффективно сейчас проверим можно ли это снять руками слитника как показывает практика можно и даже вполне аккуратно но прикладывать нужно достаточно усилий у детеныша человека это вряд ли получится что такое рогатка рогатка это обычно какая-то перекладина какая-то жердь на которую привязываются колья крест-накрест обычно заостренный но в нашем случае случае которым предлагает горыныч пласт это не просто колья это настоящие пики с металлическими наконечниками собирается это все очень просто все гениальное просто как конструктор лего есть отверстие есть пин пожалуйста соединили вот вам один участок рогатки уже готов собираем все что было на одном литнике и получаем вот такую рогатку все к нам не конный не пеший уже не пройдет просто так и кстати ребята на будущее если вдруг начнется зомби апокалипсис вот такие сооружения учитесь делать они очень хорошо буду задерживать зомби но только при условии что это не будут хитрые зомби вот такая вот штучка замечательная и очень простая но теперь самое время посравнивать солдатик ег кастингс технолог и еще технолог но только бронь пехоты чтобы было понятно гномы типа бронепехоты спокойно проползут под такой рогаткой а вот пехоте из ег кастингса и бит фэнтези будет уже посложнее я не говорю про конные фигуры к сожалению конной фигуры под рукой у меня сейчас никакой нет мантилеты конечно будут великоват для ег кастингса но нормальный для технолога вот как раз для снайпера например торчит себе через отверстие и отстреливается а бронепехотинец так вообще может в полный рост гулять за этим заграждением и кастингсу придется пригнуться для тех кто не разбирается в размерах миниатюра технолога и так далее примерно 6 сантиметров в высоту пять с половиной в ширину длина упора три с половиной длина копья на рогатке шесть с половиной сантиметров точно так же как и мантилеты я покупал сразу несколько цветов рога так вот здесь вот под бронзу и так далее стоимость набора рога так точно так же как и мантилет 200 рублей на момент выхода этого видео иногда у горыныч пласта даже бывают скидки поэтому советую вступить в их группу и наблюдать вдруг вы попадете на какой-нибудь скидочный день но в принципе все крепость у нас есть оборонительные сооружения у нас есть а также есть приспособления для атаки можно начинать битву на этом я закончу данное видео не забывайте что все ссылочки в описании пишите в комментариях как вам эти штуки от горыныч пласт и спасибо за внимание с вами был важный код пока